Привет всем людям доброй воли и всем тем, кто живет в реальном, а не придуманном мире. Ну что, сегодня у нас уже 51 день войны. Вчера был такой своеобразный юбилей. 50 дней с начала войны, попробую без очков. Не знаю, как получится, пока солнце светит так, могу еще. Вот, и уже, знаете, уже все эти дни я пытаюсь подводить какие-то итоги. И сегодня попробую в очередной раз подвести эти итоги по истечении 50 дней. Что-то, конечно, было уже понятно еще с первых дней войны, что-то становилось понятным в процессе. Вот, и на сегодня, конечно, уже можно даже подвести какие-то итоги определенные и сделать выводы. Ну, первый вывод, который как бы мне очевиден, и не только мне, а он стал очевиден всему миру, то, что российская армия на самом деле никакая не армия, а сборище преступников, убийц, мародеров, насильников, что угодно, но только не воинов. Они все это подтвердили своими действиями на территорию Украины. То, во что превращаются сейчас города Украины, во что некоторые города уже просто уничтожены на 95%, как, например, Мариуполь. Это был прекрасный, красивый город, красивый, действительно, спокойный, морской порт. Там все, ну, понимаете, когда начинаешь вот так об этом говорить, сразу же просто впадаешь в эмоцию, и не хватает слов, чтобы это писать. Сейчас это полностью руины. Но что обнадеживает, ну, не только Мариуполь, да, Харьков там частично разрушен сильно, разрушена та же Бородянка, та же Пуча, те же города в Киевской области, Ирпень, откуда ушли эти оккупанты. Они после себя оставляют разрушение, смерть, страдания, слезы, кровь. Только они уходят, все, жизнь начинает восстанавливаться. Поэтому там, где они уже ушли, уже начинаются даже разборы завалов. В Харькове сами местные жители инициировали это, например. То есть уже потихоньку жизнь начинает возвращаться в привычное русло. Если можно так сказать, если можно вообще это назвать привычным, потому что это просто из ряда вон выходящий за последние 70 лет. Вот это впервые, да, такое. А вот на территории Европы, по крайней мере. Вот, но что обнадеживает, что все эти города будут восстановлены и станут просто красивейшими, современнейшими. То есть сейчас уже несколько архитекторов предлагают свои услуги, с мировыми именами архитекторов предлагают свои услуги по восстановлению этих городов. Это просто будет, я даже, знаете, в смелых таких фантазиях, когда начинаешь представлять, по Харькову, кстати, уже есть какие-то даже наброски показывались. Это просто, это космически, это что-то космическое, это что-то нереально красивое. Поэтому это будет, да, вот таким вот таким, как бы, вознаграждением за те страдания, которые доставила эта орчая армия Украине. Вот, то есть Украина станет действительно передовой страной в плане, не только в плане военного искусства, как она сейчас себя показала, да, как показала себя сейчас украинская армия, но и в плане современности застройки городов. Это армия урков, еще хотела что сказать, да. Вот они мародерили по нашим богатым селам, там забирали все, стиральные машинки забирали, там, да, даже унитазы, вот я говорила просто, что унитазы, у некоторых удивило, что в домах унитазы. Они унитазы, оказывается, забирали. То есть, всему этому уже есть подтверждение. Почему? Потому что эти колонны, когда они бежали из Киевской области, они именно бежали, хотя мне что-то там пытались говорить, они не бежали, они отступали по приказу, что-то, в общем, ну, очередная пропаганда, которую вбивает в голову российскому плепсу. Они на самом деле бежали, потому что действительно оценили ситуацию, и чтобы сохранить хоть какие-то еще части, вот, им действительно был дан приказ отступать. Но когда они бежали, их бомбили наши, уничтожали колонны эти, и было прекрасно видно, что они намародерили. Вот те колонны, которые были уничтожены на их БТРах, на их танках, как прямо были, вот, разворачивались картины, эти все картины, есть фото и видео, документы, уже все это подтверждено, и все это есть. Кралось просто все, вплоть до постельного белья и трусов. Даже трусы, понимаете, трусы, женские, мужские трусы, есть там даже записанное такое видео, как наш военный, вот, рассказывал, говорил со своей женой, говорил, что он посетил свой дом, который разграбили, вот, эти орки российские, он и увидел, что его трусы, и трусы его жены были украдены. Ну, в общем, это просто, понимаете, я не знаю, как это назвать. Вот, что интересно, что действительно уровень, интеллектуальный уровень этих мародеров настолько низок, что они даже не знали, что такое робот-пылесос. То есть, вот они крали стиральные машинки, ну, понятно, да, может быть, где-то в рекламе в какой-то виде, или что это такое, но они не знали, что для того, чтобы стиральная машинка работала полноценно, ей нужен водопровод, нагнетание воды, да. То есть, она не работает просто так, если ее взять, там, подключить к колодцу, или не знаю, к чему, вот, они этого не знали, и для них, для многих это оказалось сюрпризом, когда они приехали по своим домивкам. Вот, а робот-пылесос для них, это вообще техника космическая какая-то, они даже, просто даже не взяли, даже не попытались, ни одного робота-пылесоса из домов украдено не было, понимаете. Для меня, честно говоря, знаете, ну, я знаю уровень жизни, я знакома в России, я знакома не понаслышке, я именно видела это все, потому что мои родственники живут... Мои родственники живут в Архангельской области, я знаю, как они живут, я видела. Я была там последний раз в 15-м году, в 2015, вот, и у меня сложилось впечатление, что там вот за последние, там, 20 лет ничего не изменилось. Правильно, и вообще дорого, и госудили на Барцана. За 30 лет, вот, ну, в 15-м году я была, и вот, да, за последние 30 лет до 15-го года у меня сложилось впечатление, что там ничего не изменилось. То есть, ну, появились какие-то современные, да, что-то, техника какая-то, телефончики там, то все, но все остальное осталось точно так же, как я ездила туда еще с мамой, когда была ребенком, она меня возила туда. То есть, туалеты деревянные на улице, никакого водопровода, печное отопление, в печи все готовят, ну, может, там какие-то электрические плитки появились еще дополнительно. Но это чисто вот, ну, это именно деревни русские, это деревни. Вот, в городе мы были, мы ехали через Архангельск, были на вокзале. И тоже вот могу сказать, что на вокзале вот меня тоже поразила убогость. Я не знаю, как сейчас, с 15-го года, может быть, что-то изменилось. Судя по тому, какое воровство происходило в той же армии, я так понимаю, что не только в армии повсеместно там, в Раисе везде такое же воровство. Поэтому я не думаю, что там что-то изменилось в лучшую сторону. Понятно, что два города всегда были, да, образцово-показательными. Это Москва и Санкт-Петербург. Но только ты заезжаешь за 100 километров от городской черты, все, начинается разруха и деревянные туалеты на улице. Вот, поэтому, конечно же, для большинства, понимаете, что еще оказалось по статистике, вот эти войска, да, статистику ведут же наши, откуда, какие войска, откуда они приезжают. Ухва. Синистра, Си-Клаква. Вот, ввелась статистика. То есть, это, конечно же, это глубинки. Это, естественно, не Москва и не Московская область. Это глубинки. В Московской области там, по-моему, очень мало кого было. Веркия, в листу, в листу, в листу, в листу. То есть, понятное дело, что, почему они, да, не знали, как работает стиральная машинка и почему они не знали, что такое робот-пылесос. Ну, это так, это, так, к слову сказать. Вот. Ну, вот так, вот это такие. И, вы знаете, для меня очень много еще открытий оказалось вот о самом народе, да, который, хотя вот мне казалось, что я знакома с россиянами там, да, поскольку имею родственников и все, но оказалось, что нет, потому что для меня открытием стали просто вот эти вот переговоры, перехваченные телефонные переговоры, разговоры с родственниками, вояк этих, этих орков со своими женами, там, матерями, друзьями, дядями. Вот. Просто, это просто шок, понимаете, от того, мало того от той речи, к которой они общаются. Это мат на перемате. Если убрать все маты, то там, ну, останется 5-6 слов на весь разговор, нормально. Вот. И это еще плюс ко всему, это моральный уровень этих людей. То есть они обсуждают... Они обсуждают между собой вот это мародерство. Жены мужьям передают заказы, что... Что ты мне должен там взять, что я хочу, там, да, ноутбук, шубу там или еще что-то, сумочку. Вот. И вот это шоком было, конечно. Плюс то, что они обсуждают, как они воюют. То есть один рассказывает, что, оказывается, его танк может переехать машину, он уже это... Ну, автомобиль, он уже это проверил. То есть, понимаете, они хвастаются даже убийствами, они хвастаются... Своим террором, тем, что они творили. Они просто это обсуждают, как что-то само собой разумеющееся, как, не знаю, как, ну, обсуждают какие-то бытовые вопросы обычные. Они это обсуждают как нормально, для них... У них не возникает даже мысли, что это преступление, что они преступники, они совершают преступление. Для них это нормально, это норма жизни, это образ жизни. Для меня это было открытием, вот честно вам скажу. И вот если судить по тому, что россияне гордятся этой своей армией, вот они гордятся вот этими покидками, этими, не знаю, ублюдками, да? То есть, что собой представляют россияне тогда в таком случае, если это их элита, так скажем? Это ужас, это просто ужас, вот реально. Более того, сами вот эти жены этих орков, получив эти посылки с награбленным, они тут же выставляют это все на продажу через интернет, объявления выставляют. И пишут прямо черным по белому текстом, что это привезено с Украины. Написано, что вот продается там то-то, то-то, какой-то там набор инструментов, дрели, что-то такое спертое. И она пишет, что это мой муж привез со спецоперации на Украине. Понимаете? Вот прямо вот текстом я вам прямо дословно. Это ужас какой-то, это ужас, это деградация, это полнейшая деградация, причем это деградация большинства этого общества. Просто абсолютного большинства. И судя по тому, что... Ну, я ванте, отраверсо порты. Судя по тому, что выкладывают еще вот эти вот... Ну, я не могу по-другому сказать. Это самки, это не женщины. Это самки. Потому что то, как они себя ведут, то, что они говорят, какой у них словарный запас, какой у них лексикон и что они вообще говорят и делают, это невозможно назвать нормальными людьми. Вот. Они там в своих сторис, в телеграмах, в инстаграмах, там где-то вот то, что они говорят и выкладывают. Это просто ужас, это шок. Это шок. То есть, вот какой путь надо было пройти, что всего лишь за какой-то там короткий промежуток времени нация превратилась, деградировала, абсолютно деградировала. После, допустим, там Достоевского, Пушкина, да, Толстого. И какая деградация произошла. И в словарном, в лексиконе, и в образе жизни, в поведенческих... И в поведенческих каких-то, да, этих паттернах лексикона. Вот. Это просто шок. Для меня это шок и откровение, потому что я не ожидала такого, честно вам скажу. Поэтому теперь совершенно меня не удивляет, почему 80% этого населения поддерживает войну, почему они такие злые, а это нация войны, абсолютно, теперь я в этом уверена. Это нация войны. Это самые настоящие неофашисты и нацисты. Вот то, в чем они обвиняли украинцев, чего на самом деле в помине нет. Вот я в предыдущем видео на украинском мове рассказала разницу между двумя словами. Нацизм и национализм. Вот. Настоящие нацисты – это россияне. Они уже это подтвердили и доказали всем, всеми своими действиями в этой войне. И вояки эти доказали, и население, которое живет на территории, на этой огромной территории, Российская Федерация под названием. То есть вот такие выводы, и причем это не мои выводы лично, мои, да, ну и мои выводы лично там на основе какого-то опыта, который я имею, имея родственников там, вот. А это выводы всего мира, это выводы цивилизованного мира. Те зверства, которые в буче сейчас, вот опять, сколько, боже мой, сколько ж писали, никаких грязных слов, и кто я, и как, и что я вот это распространяю, фейки и все прочее. Никакие не фейки, это уже доказано, это все задокументировано, запротоколировано, эксгумированы тела. 85% из этих эксгумированных тел имеют огнестрельное ранение. Ироничное рима. Огнестрельное ранение в голову. Огнестрельное ранение в голову, то есть они убиты. Предварительно многие из них были подвергнуты пыткам. И это просто ужас, это, я не знаю, наверное, фашисты такого не делали в своих концлагерях, что делали с мирными жителями, вот эти вот нелюди. Это просто ужас. И кто-то еще имеет наглость. Говорить, что это фейки, это просто, не знаю, это цинизм в высшей степени. Но, с другой стороны, судя по тому, что, какие выводы, да, мы сделали по этому населению, это не должно удивлять, это уже не должно просто удивлять. Это вот образ жизни, образ мыслей, образ, вообще образ среднестатистического россиянина. Вот такое. Вот такие выводы сейчас сделал весь мир. Почему такая поддержка Украине? Потому что в буквальном смысле украинцы это сейчас, на данный момент, для всего мира, это олицетворение абсолютного добра и света. И россияне для всего мира это олицетворение абсолютной тьмы, невежества, преступлений и деградации. Вот так. То есть вот это вот самый главный вывод из этой войны, которую я сейчас сделала. Для меня вот какие-то моменты были открытием абсолютно. Ну, а по крайней мере, теперь мы знаем, с кем мы имеем дело. И что никаких тут каких-то с орками они не понимают человеческих речей. Они не понимают... Они не понимают человеческого отношения. То есть они понимают только разговор с позиции силы. Вот украинская армия на таком языке с ними разговаривает. То есть все правильно. Все правильно, абсолютно. Идем вперед. Победа за нами. Стратегическую победу Украина уже одержала. Но теперь будем одерживать оперативную и тактическую. Ну, окей. Всем пока-пока.